Хей! Привет, народ! Следующая закупка игр под номером черти каким уже. И сегодня у нас, народ, будет вот столько игр. Всего 11 штук. Я понимаю, что сейчас у вас на экране всего 10, но их 11. Одну я просто-напросто не могу сюда взять, потому что она очень большая. Мы об этом, конечно же, поговорим еще. И об вот этой вот незапакованной поговорим. Поговорим обо всем. И сегодня, народ, у нас игр просто вообще одни новинки, почти одни новинки. То есть, с них прям еще, как я говорю, прям еще дымок идет. Так что, я надеюсь, сегодня для всех любителей и всех жанров будет что-то в этом видео. Каждый найдет для себя что-то интересное. У нас сегодня будут, конечно же, и ужасы, и экшен, и бегалки, и стрелялки, и прыгалки, и гонки, и все-все-все. И даже леталки. Да, так что давайте будем начинать помаленечку разбираться с играми. И, конечно же, начать я бы хотел видео с, блин, конечно же, с вот этой игры. Это Resident Evil 3. Наконец-то она пришла, я ждал ее, как не знаю что. Ну, скажу, ребята, честно, например, вторую часть Resident Evil 2 ремейк я ждал намного больше, как бы, знаете. То есть, я, мое знакомство, начал именно с Resident Evil 3 на PlayStation 1. И для меня, как бы, несмотря на всю вот эту, на первую часть, что это культ, что вторая часть, это там вообще, там по городу бегаешь, все классно, для меня остается, конечно же, эталоном. Именно для меня, именно на мой вкус, это, конечно же, Resident Evil 3 на PlayStation 1. Так что, наконец-то, вышел ремейк третьей части. И, ребята, вы знаете, у меня какая-то опаска насчет вот этой игры, потому что вторая часть, как вы знаете, взлетела просто, как не знаю, что выстрелило. Прям разработчиков не остановить было. И на скорую руку им, конечно же, Capcom сказали, давайте, клепайте третью часть. И со второй части прошло всего какие-то один год. Даже полный год не прошел или нет. Полный год прошел. И теперь у нас уже выходит Resident Evil 3. Я, народ, не знаю, что об этом думать. Но, как мне кажется, Capcom просто-напросто делают мультиплеерный шутер и думают, а давайте-ка мы еще, я не знаю, там, феном старым, старых игр, давайте-ка мы им еще сделаем и ремейк третьей части зафигарим. И я прям не знаю, что мне думать. Я ждал, повторюсь, я очень сильно ждал. Но как бы мне не, знаете, не сильно, блин, завышенные у меня ожидания от этой игры, хоть бы я не разочаровался. Так что я, конечно же, взял для Xbox One. И у меня вторая версия еще и для PlayStation 4. Но для PlayStation 4 версию, может быть, если кто-то видел распаковку Resident Evil 2 ремейк, год назад на канале была такая распаковка, я также сразу взял еще и Resident Evil 2 в подарок моему лучшему другу. Это Evil Puch, конечно же. И в этот раз, спустя год, я опять же повторяю ту же самую... Не ошибку, нет. А тот же самый, я не знаю, как это сказать. Тот же самый, блин, подвиг, если хотите. Я прям не знаю, как это назвать. Так же моему другану прикупил еще Resident Evil 3. Так что, Илюха, Evil Puch, это тебе идет в Россию. Так вот, давайте будем открывать, ребята. Я прям не знаю, я прям говорю, прям опаска какая-то у меня есть насчет этой игры. Но, блин, ладно. К сожалению, у нас в третья часть не выходила без всяких стилбуков. Как вы помните, вторая часть сразу же выходила в стилбуки. Это без. Окей, мне как бы, мне, оно нафиг не надо. Но я бы хотел с удовольствием еще Evil Puch послать в стилбуки. Но, к сожалению, нема, как говорится. Так что, 4K Ultra HD. Но, ребята, вы знаете, вот, что касается именно Resident Evil 3, то PlayStation 4 здесь пока на первом месте, судя по Digital Foundry, который они делали в видео. И, вы знаете, на PlayStation 4 Pro, конечно, здесь идет меньшее разрешение. Немного меньше, чем на Xbox One X. Но зато на PS4 Pro идет стабильные 60 кадров про секунду. На Xbox One X проседи просто невероятно какие. То есть, когда я увидел вот этот вот разбор или обзор, я не знаю, как это назвать у Digital Foundry, то, вы знаете, я был очень неприятно удивлен. То есть, как так? Вы вспомните, как летал Resident Evil 2? То есть, 60 FPS, все как надо. Это же, блин, ну окей, ладно. Надеюсь на патч. Но, скорее всего, этот патч, блин, долго заставит себя ждать. Окей. Вот этот самый пресловутый мультиплеер, ребята. Я об нем ничего не знаю, так что я умолкаю. Мультиплеер, как вы знаете, это не мой жанр мультиплеерной игры. Так что я здесь чисто центрирую внимание на Resident Evil 3. Так вот. Как мы здесь можем увидеть, у Capcom до сих пор их движок RE Engine. И самое, что не прикольно, ребята, я уже 100% знаю, это будет в самом начале, там опция будет, чтобы вы могли настроить яркость и контрастность, я не знаю. И если кто помнит Devil May Cry пятую часть, если кто помнит Resident Evil 2 ремейк, то, блин, в этих играх нельзя настроить нормально черный цвет. То есть, как бы вы ни настраивали, вы не добьетесь настоящего глубокого черного цвета. Он будет или слишком серый, или он будет настолько черный и серый, что он будет съедать детали. Так что мне не нравится вот это. Хоть как мне нравится движок, какая лицевая анимация офигенная, все классно, но вот движок вот насчет вот этой вот банальной, вот этой яркости и, как она, яркость и контрастность, вот эта самая-самая-самая беспонтовая штука вот в этом движке игровом. Так что, народ, я больше здесь ничего не буду говорить, повторюсь, потому что, если я сейчас могу наговорить, такие горы, знаете, а на самом деле игрушка фигня будет. Я не знаю, насколько я уже в интернете видел, вроде бы в игре мало, не мало, а много интерьеров не присутствует. Например, Clock Tower нету, то есть башни часовой, плюс еще какого-то места нету, знаете, таких каноничных, которые были в третьей части, я прям не знаю. Как вы помните, Resident Evil 2 ремейк был полностью весь, прям как степ-бай-степ. Здесь посмотрим, что нам предлагают разработчики. Блин, спустя год, я говорю, здесь многого ждать, я не советую никому. Капитан, эта хорошая молодая девушка может использовать нашу помощь. Карлос, вы даже не думаете, чтобы спросить хорошая молодая девушка ее имя? Она еле оператива РПД, специальное тактическое и ресклеское. Ее имя Меня зовут Валентин. Это Джилл. Доброе утро, Джилл. Я УБЦС, руководитель Михаил Виктор. Моя команда была отправлена сюда, чтобы избежать граждан. Правильно. Как это будет для тебя? Моя команда была полностью уничтожена. Моя большинство тысячи гражданами уничтожатся. Коррекция, не уничтожатся. Моя команда уничтожила серьезные уничтожатся. Нужно сохранять их живое больше, чем я могу. Ну, ты можешь благодарить твои корпоративники за это. Да. Ну, мы делаем все, что мы можем. Моя команда, если мы сможем двигаться, мы сможем эвакуировать какие-то survivors. Но мы нужны помощь. Моя команда не может сделать это самостоятельно. Хорошо. Я в порядке. Но я на их стороне, а не твои. Моя. Это круто. Мы все хотим самостоятельно. Спасибо, Джим. Хорошо, супер-коп. Вот ты. Мы можем использовать это, чтобы остаться в контакте. Я знаю, что это радио. Хм. Окей. Будем смотреть. Будем смотреть. Будем смотреть. Ну, блин. Resident Evil 3. Nemesis. Ребята, я не буду ничего, опять же, повторюсь, ничего об игре говорить. Потому что, ну, все прекрасно знают эту игру. Это еще с PlayStation 1 времен. А если кто не знает, то я не уверен, что оно вам такая вот тема зайдет. Народ. Resident Evil 3. Класс. Наконец-то оно к нам пришло. Прям. Ой-ой-ой. Как я долго ждал. Следующий, народ. Новинка. Просто-напросто новинка невозможная. Это речь идет, конечно же, о Doom Eternal. Я не совсем являюсь фэном Doom, но, вы знаете, Doom 3 мне очень сильно нравится. То есть, очень сильно нравится. Теперь, как вы знаете, в каком-то, я не знаю, в какой-то закупке игр у нас был Slayers Collection. Помните, Doom я покупал? Там был первый, второй Doom, третий в HD в 4K и 60 FPS и также Doom 2016 года. Классно. Советую тот сборник вам прикупить. Потому что, вы знаете, Doom 3 части, вот этот ремастер, вот этот ремастер, я не знаю, как его еще назвать, его нет на физических носителях. Так что вы вынуждены будете покупать Slayers Collection вот эту. Но, окей. Короче, 2016 года Doom я не проходил. Я его побегал, побегал и, вы знаете, он мне показался чересчур гиперактивным. В этой же игре нам теперь вообще, говорят, здесь будет, я прям не знаю, чуть ли не Jump'n'Run. То, что я видел на YouTube, это, блин, это я ужаснулся, опять же, народ. То есть, 2016 год был еще более-менее, помните, Doom? Здесь же нам теперь нужно прыгать по каким-то платформам, нам нужно отстреливаться. Каждому, я не знаю, каждому врагу нужна своя тактика. Я не знаю, что об этом думать, народ. Без понятия. Но, окей. Короче, в игре у нас, конечно же, 60 FPS. И если бы кто-нибудь, наверное, скажет, о, перепак... Нет, народ, это не перепак, а здесь идет какая-то шняга еще. К вот этому Doom идет вот такая вот металлическая плата. Я сначала не знал, что это такое, то есть, я заказываю, и нигде не написано, что тут идет металлическая плата еще. А это, оказывается, такая ерунда, вы просто-напросто можете его весь повешать на стенку. Здесь еще такие отверстия, как вы видите. Ну, мы сейчас давайте откроем и будем рассматривать поближе, что да как. Так что, Doom и самое интересное, народ, вы знаете, вот все игры, которые у нас сейчас выходят, да, они стоят по 59,99 евро, то есть, 60 евро. Окей, по-русски я даже не знаю, это, блин, по-русски очень много денег. Особенно сейчас, когда рубль упал как не знаю что, блин, ну да ладно, не будем о грустном. Так вот, эта же игра у нас сейчас вышла, и она стоит у нас 75 евро. Народ, если такая ерунда дальше пойдет, я не знаю, что еще ждать от, как сказать, от новинок. Прям честно, не знаю, чего ждать, но окей. И как я вот сейчас смотрю, вроде бы не пожуханная, но сейчас мы откроем, давайте еще вот эту вот ерунду откроем. Смотрите, она здесь, за этого она, видите, хоть бы, хоть бы, хоть бы, хоть бы, блин, хоть бы сейчас этот, не поцарапать. Как он называется? Сам диск, блин, кто будет. Так, и вот, да, о чем я и говорил, народ. Опа, смотрите, опа, вот кто так делает, да, смотрите, смотрите, вот я и убираю вот эту штуку, остается вот такая плямба. Видите, да? Я не знаю, ну тупые, вот реально тупые. Помните, как Задорнов говорил, только там он на американцев, а здесь на немцев надо сказать, ну тупые. Вот теперь это надо будет ацетоном убирать, хотя хорошо, мне эта плата нафиг не нужна, так что я просто-напросто не буду здесь ничем заниматься. Хотя, блин, я не знаю, что-то, что-то в этом прикольное все-таки есть, и такая плата, знаете, такая металлическая плата, но вот цель вот этой платы я не понимаю вообще. То есть вот так вот взять и прибить на стену. На кой черт она нужна? Короче, я вообще без понятия, народ. Без понятия. И вот сама игра. Так, я ее уже открыл, да, я ее уже открыл, конечно же, давайте откроем и посмотрим. Да, слава богу, то есть пожуханности у нас ушли. Да, пожуханности у нас ушли. Вот у нас в полноценном виде, без всяких этих. Best Action Game. Как она может завоевать Best Action Game, если она еще не вышла? Или они еще имеют в виду вот эту надпись Doom 2016 года? Не знаю, короче. И вот, народ, я прям не знаю, что и об этой игре так же думать. Блин, тут говорят 80% от всей игры вам нужно будет прыгать, прыгать, прыгать. То есть с одной платформы на другую. И что у нас здесь надпись какая-то? Смотрите. В красном... Ага, народ, вы можете себе представить, здесь в красном даже на подкассетнике выделено еще, чтобы поиграть в эту игру, вы обязаны будете сделать аккаунт. То есть, да, аккаунт вот называется, по-русски, зачетная книжка или зачетная надпись. Короче, вот эту вот вам нужно будет аккаунт сделать еще на Bethesda.net, и только тогда вы сможете поиграть в эту игру. Ребята, это ерунда полная, вот честно. В каком веке мы живем, я не знаю, блин, когда такое было. Чтобы поиграть в игру, вам нужно какой-то аккаунт. Прикольный дисочек. У нас здесь какие-то непонятности, какие-то там ничего нет. Здесь фоллаут каким-то образом нам рекламируют, какой-то дум. Какая-то небольшая книжечка. Окей. Окей. И еще и перевертыш, по-моему, или... По-моему, перевертыш. Да, арт двухсторонний, но, вы знаете, я оставлю арт тот, который есть. Потому что мне как бы, не знаю... Мне нравится, когда сзади есть еще описание всякое, знаете, вот эта техническая информация. Без нее я жить не могу, если честно. Так вот, народ. Повторюсь. Без понятия, что ждать от этой игры, но, блин, думаю, все играл, не все проходил. Но, блин, вышла новинка, будем смотреть. Но, блин, то, что нужна... Учетная... А, учетная запись, она называется, на Bethesda, вот это вообще ни в какие ворота, народ. Редактор субтитров Дьогой Без 30-летний, ты такой, на футбол. Нижегородный, ты такой, на футбол. Он не просто может употребить. Прямо позаботиться. Футбол субтитров. Редактор субтитров. Футбол. 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 Продолжение следует... 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 И почему я именно всегда физические носители покупаю, народ Я просто с самого-самого маленького детства Это был 96-й год, когда мне купили Sega Я просто привык к картриджам И привык, потом, когда у меня появилась PlayStation 1 Я привык, что у меня лежит где-то диск, знаете Я могу его, перед тем, как поиграть Мне нужно достать коробку Мне нужно, знаете, достать диск Подойти к приставке, покласть диск, включить И вот это просто для меня уже кое-какой, знаете, ритуал Выработавшийся с годами Я не могу без этого Я не могу просто, знаете, развалиться на диване И просто переключать свою библиотеку игр Ну не могу, и все Понимаю, у цифры свои плюсы У дисков свои плюсы Тут очень долго можно спорить Но меня люди не оспаривали, а просто спрашивали Почему вот у меня такое отношение Так что, народ, просто я люблю, когда у меня диски вот эти вот стоят В моей полочке И я в любой момент могу вот так вот взять Могу посмотреть, как он выглядит Вот это все, но это же своего рода, я говорю, ритуал Так что здесь каждому свое Первая часть народа была очень-очень-очень-очень хардкорная Насколько я знаю Во второй части уже более дружелюбная стала она, знаете Чтобы народ сильно не пугался здесь Игруха у нас занимает 30 гигабайт Xbox Game Studios То есть это говорит о том, что это сделала игруха Игруху эту сделала Microsoft Studio Когда выйдет Xbox Series X 100% эта игра получит Еще какие-то не получит А будет там идти еще гораздо даже круче Обалденный платформер Который, блин, имеет невероятно офигенную анимацию Народ, сколько я всего видел на YouTube Игрушка выглядит просто зашибенно И опять же, я прекрасно понимаю Сейчас много людей Не сейчас, а вообще Вот когда такие игры выходят у Microsoft Все начинают Да кому они нужны Это не The Last of Us 2 Кстати, The Last of Us 2 Уже опять к черту перенесли Уже который раз Вы, кстати, помните The Last of Us, когда был первый анонс Сколько мы уже ждем одну игру от Sony И она постоянно перекидывает Перекидывает Сейчас уже на носу новые приставки Нового поколения The Last of Us 2 нету И теперь я уже все Я себе поклялся Я ее не буду брать в этом году Вообще То есть Только если она будет поддерживаться По обратной совместимости Или выйдет новый ремастер Какой-нибудь Или в 4К дополнение Я не знаю На PlayStation 5 Вот там я ее буду проходить На PlayStation 4 На моей На прошке Все Я ее не буду проходить Потому что, ну, ребята Камон Такую шедевр Играть на прошке Блин, вот на этой Где 4К нету Не-не-не Так что будем ждать PlayStation 5 Так вот О Ори, ребята Да, я уже открыл Открыл Заговорился Очень 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 сильно хочу поиграть Ребята Но, блин С первой части Надо начинать Ни в коем случае Нельзя начинать со второй Блин Класс 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 И я говорю Как ключ Но не могу Вот у меня Такое, знаете Вот такое Чувство Что я играю Уже не в диск Трудно объяснить Народ Может это, я не знаю Может это диагноз Какой-то Так что, народ Вообще Ори Очень Лиз День Я сказал Что Консоль Xbox One X Когда я ее распаковал В первый день Я говорю Я ей даю Три года И мы увидим Новое поколение Народ И я как в воду глядел Три года Ровно через три года Выходит Xbox Series X Потом Также В моем Где я говорил Мои впечатления У Xbox One X Я кстати Возьму И в описании Скину ссылку Кому интересно Можете поклацать Посмотреть Там я в конце Видео сказал Говорю Что Microsoft Когда будет выпускать Новую консоль Это будет беспонтово Если они сделают Например 8 или 9 Или 10 Терафлоп Им нужно будет топнуть Xbox One X Ребята Опять же Я просто Как в воду глядел У нас выходит Xbox Series X 12 Терафлоп Короче Вообще Я Microsoft Уже знаю Как облупленного Я прекрасно понимаю Его позиции Как они работают И на что они идут Чтобы завладеть рынком В этом поколении Народ Я ни в коем случае Не говорю Что они завоюют рынком Им нужно немного времени Понимаете Но игр Игр в первом году Будет намного больше Чем у PlayStation 5 Поверьте мне Игр будет гораздо Гораздо больше Так что Это можно сказать Первая Первая ласточка Ori And the Will of the Wisps Так что Первая пошла Как говорится Играет музыка Играет музыка Играет музыка КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если у вас есть телевизор Smart TV Или телефон 4К поддерживает Вы смотрите в 4К Я для кого это делаю? Народ Так что окей Но это ни в коем случае Я вас не ругаю Нет, просто иногда жалко Тут сидишь, блин Делаешь такие видосы А их смотрят в 480p Или в лучшем случае в Full HD в 1080p Так вот народ, не будем о грустном Следующая игруха Новиночка просто неимоверная Это Remnant From the Ashes Кстати классная Ashes Знаете, есть такая пословица Ashes to ashes dust and dust Класс Очень во многих фильмах Во многих музыках Используется типа Штаупцу шталп Блин, это по-немецки А по-русски не смогу сказать Короче, забудьте Хотел вам сейчас выпендриться По-русски сказать Я реально не знаю, как перевести Но окей Народ, это клон Dark Souls Но это опять же Из таких хороших клонов Dark Souls То есть здесь идет речь О вот этом вот мужике Он бегает Всех убивает в ближнем бою И мало того У него есть еще и огнестрел То есть, если вы помните У меня была такая же Распаковочка на игру Как она? Блин Immortal Unchained Помните? Это типа Dark Souls Только с огнестрельным оружием Это же игра Здесь и огнестрельное оружие есть И ближний бой То есть, топоры там всякие Это класс Вот это моя тема Народ И вы не представляете Как здесь все прикольно выглядит То есть, выглядит именно так Как мне нравится Я уже в нескольких видео говорил Что мне нравится Такая, знаете Такая дистопия Такая, я не знаю Такая сырость что ли Блин, темнота Вот эта, знаете Вот эта депрессия вся И она здесь есть Буду обязательно начинать играть Не знаю Мне будут здесь навешивать Потому что, повторюсь Игра это Souls-like игра То есть, здесь нужно Блин, терпение 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 И вам нужно, конечно же Учиться играть Просто так Вам здесь навешивают Вы заплачете И убежите с игры Окей Прошлая игра Souls-like Которую я прошел Это была The Search Первая часть И с того момента Я никаких таких Souls-like игр не проходил Игруха у нас Смотрите От разработчика Gunfire Games Которой Если мне не изменяет память По-моему Делали и Darksiders Какой-то Третий По-моему Короче THQ Nordic Я вам Опять же Повторюсь И в каждом видео Буду говорить Буду покупать Все игры От этого Не разработчика А от этого Распространителя Так что, народ Я ни в коем случае Вы видите, да Я перестал говорить Вот в этих видео Советую или не советую Потому что я сам Не знаю Эти игры Так что я здесь Не могу никому Ничего посоветовать Но вы посмотрите Какая красота Ребята Вау Fight the root of all evil Типа победи Корень Или начало Самых Всех Всех Злов Всех Злов Не знаю Как множественное число Сказать Окей У нас Поддерживается 4K Ultra HD Не знаю Насчет FPS Будем надеяться На 60 Конечно же Потому что Souls like Игры должны Играться В 60 FPS И аудио Вы посмотрите Какая приятная Надпись Для всех Русскоязычных Я не знаю Зрителей канала И всех зрителей канала Кто живет на территории России Я не знаю Белоруссии Украины Кстати друзья Опять же Посмотрел Как она называется Блин В статистике моего канала Меня очень много Конечно же Смотрят Из России Так что друзья Из России Вам всем привет Я сам из России Но так же На втором месте Стоит и Украина Народ из Украины Вам тоже большой привет Народ из Белоруссии Стоит на третьем месте Вам так же Друзья Большой привет Молодцы Спасибо вам большое За проявленный интерес Так что Аудио Народ Аудио у нас Полностью на русском языке То есть можете представить Эта игра поддерживает Разговорную речь На русском языке Вот он этот флажочек Русский Видите да И так же у нас Унтертитлы есть на русском Класс Блин Повторюсь Я когда увидел Она кстати Уже давно 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 Имеется на ПК Насколько я знаю Насколько я знаю Я просто Я просто не мог понять Почему ее нет На консолях Потом она вроде бы Была анонсирована Или что Но только в цифровом виде И только сейчас Она вышла На диск Я даже к сожалению Не знаю Если она Была она в цифре До этого Или нет Без понятия Класс Вот такие игры Я просто-напросто Обожаю Народ Блин Красота Надо Полиэтиленовые пакетики Сразу снимать А то они все-все-все Отражают Смотрите какая Блин Я прям не знаю Он какой-то весь Весь в каких-то корнях Или что это Блин Да Нужно пакеты снимать И сразу вот так вот Снимать Потому что гораздо круче Ничего не от этого Нет Ну вы понимаете 38 гигов Опа Опять же Свежачок народ Свежачок Все как мы любим Так Ремнант Фронт Эш Класс 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 Обалденно Красиво 2020 год Вот так вот это у нас все выглядит Будем смотреть По-моему И вообще Я сейчас знаете Я сейчас прохожу Дарк Нес Дарксайдерс хотел Даркнесс Смотрю вот на этот Тички Нордик У меня автоматически Вырывается Знаете Дарксайдерс Нет Я сейчас прохожу По обратной совместимости С Xbox 360 На консоли Xbox One X Даркнесс Народ Я не могу свою челюсть Найти на полу Сколько играю Все задаюсь вопросом Как такую графику В 2007 году Можно было сделать На консоли Xbox 360 Как Я играю И не могу Просто Короче У меня осталось еще Около 2-3 часов Я закончу Следующим я пройду Resident Evil 3 И потом я начну Ремнанд Потому что Блин Вот эта игра У меня в приоритете Дарксайдерс Около 2-3 с Дарксайдерс Продолжение следует... 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 Я не знаю, можно по миру где-нибудь найти стандартные издания или нет, но ничего страшного, потому что вот в этом боксе содержится также нормальное вот такое вот издание, которое покупают все смертные. Так что давайте будем открывать, народ. Я чувствую, здесь сейчас и затянется у нас вот эта распаковка. Надолго-долго. Ну окей. Само вообще, когда я покупаю вот такие вот издания, когда у меня просто нет выбора, ничего страшного. Но главное, чтобы там не было фигурок, потому что фигурки мне некуда ставить. Я не фэн фигурок, а просто так, чтобы они где-то лежали, я не знаю, запакованные. Не прикольно, это не мой стиль, как бы знаете. Так что здесь будет, насколько я знаю, из вот этих вот всяких, я не знаю, бонусов, здесь, ребята, будет саундтрек. Когда кладут в игру саундтрек бонусом, все, все. Это мне очень сильно нравится, это мое. Вот такой вот стиль здесь, видите, народ? Вот такой вот пиксельный стиль. И обалденная музыка, из-за чего вот в этом сете нам и дается саундтрек. Буду слушать. Так вот, у нас здесь... А, артбук есть. Двухдисковое издание саундтрек. Ребята, все, короче, вообще. Я просто сдаюсь. Все, это моя любимая игра. Прикиньте, два диска саундтрек и пазл на 100 частей. И вот, как вы видите, помимо всяких вот этих вот бонусов, там есть обыкновенная игрушка в стандартном издании, которая и пойдет на полку. А вот эта вся ерунда пойдет у меня под диван. Помните, как все вот такие вот издания у меня. Так вот, давайте будем открывать. Нифига себе. Иногда вот так вот, повторюсь, когда у меня стилбуки в руках или еще что-то, когда вы в руках удержишь, думаешь, блин, я вас, народ, понимаю, кто коллекционирует вот эти всякие шняшки. Но, окей, дальше. Пойдем дальше. Так. Я прям не знаю, куда ее можно поставить. Пусть она там стоит пока. Или вот сюда вот мы ее поставим. Пусть она там стоит. И как же здесь? Ух ты, посмотрите. К сожалению, все в камеру не входит, но я постараюсь вот так. Hidden Treasure Edition. То есть, затерянные сокровища Эдития. Окей. Блин, вы посмотрите на этот арт, народ. Какой офигенный арт. А здесь, ну, прям вылитые Индиана Джонс. Класс. Так, как здесь? Здесь вот так вот оно открывается. Что-то не открывается. Дох открывается. Ух ты. Вот они, пиксельный арт. Вы посмотрите. Класс. Я почему-то уверен, что вот эта игруха будет смотреться очень хорошо на Nintendo Switch. Потому что сам Nintendo, сама Nintendo, она сделана просто для таких игр. И, вау, вы посмотрите, что там есть. Мне уже просто страшно. Давайте начнем с самого-самого первого. Это, конечно же, конечно же, сам диск La Mulana. Давайте сразу откроем, потому что я не буду уже, постараюсь не делать таких ошибок, что сначала показывать вам диск, а потом только фольгу убирать. Диск, как вы видите, запечатанный. То есть, по-другому и не должно быть. И я надеюсь, что здесь один диск. Да, конечно, один диск, потому что такая графика вот в таком стиле занимает, ну, понты, реально. La Mulana. Первая, вторая часть. Hidden Treasure Edition. Блин. Народ, вы посмотрите на эту красоту, а. Я что-то сейчас вот сижу прям и смотрю на это на все. А сколько видео будет времени идти, я не знаю. Игра занимает 5 гигов, так что да, она будет на одном диске. Она будет на одном диске. Блин, сейчас мы будем диск открывать. Так, 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 так. Хопа. И там даже что-то еще лежит, смотрите, внутри что-то у меня напихали. Ух, ух, ух. Дисочек. Класс. Прям охота уже, охота уже окунуться в этот мир, народ. Круто. И какая-то, блин, я то думал, здесь обыкновенная какая-то бумажка. Смотрите. Она мне вообще нужна здесь? Скорее всего, нет. Я ее сразу выкину и у нас опять двухсторонний арт, народ. Двухсторонний арт. Давайте глянем. Да, и здесь у нас как раз вот это вот, вот этот арт, который был использован на вон том боксе. То есть вот слева и справа, вот этот вот. Вы посмотрите. Я прям не знаю. Классная штука. Рад. Очень рад, что такие игры выходят на физических носителях. Очень рад. И как правило, эти игры живут очень-очень-очень-очень короткой жизнью. То есть потому что их, народ, их просто-напросто разбирают. Так что давайте будем дальше открывать диск пока сюда покладем. Так, следующее у нас идет... Что это у нас идет? У нас идет какой-то... Ух ты, вы посмотрите, как прикольно все сделано. Смотрите, кармашек у нас такой сделанный. И в кармашеке лежит диск. У-у-у. И вот это, народ, мне нравится больше всего, когда вот такие диски приходят к нам. Вау-вау-вау-вау-вау. Вот это круто. Это очень круто. Вот такие диски я просто обожаю. Я имею в виду... Что я имею в виду, когда я говорю эти диски? Вот такие аудиодиски, как вы знаете, сейчас все в интернете, Spotify, вот это все, знаете, MP3, MP3, как он у нас называется. Я не фэн, я фэн вот таких вот старых добрых дисков, которые нигде сжатые MP Drive, какой-нибудь 128 или 320 кбс про секунду, нет, а настоящие lossless файлы, то есть еще, как она называется, WaveData и PCM, если кто-то знаком с такими этими, класс, обожаю, просто-напросто, вот столько у нас песенок, вы посмотрите, сколько песенок, даже меня видно стало, первый диск у нас 32 трека, блин, значит они все короткие, но и второй диск у нас 24 трека, Класс, все, где у нас сделан диск, можно где-нибудь найти, по-моему, по-моему нет, к сожалению, сейчас не могу посмотреть, где сделан диск, но окей, давайте будем открывать и смотреть, ее, бэйби, вы посмотрите, я просто в шоке, я просто в шоке, как это все классно выглядит, народ, как вы знаете, у меня также имеется большая коллекция аудиодисков, если кому интересно, я где-то делал 4 видео по 30 минут, по-моему, я там показал все мои аудиодиски, И вы знаете, я уже 100 лет не открывал и не видел чего-то подобного, посмотрите, какая красота, это прям вообще, блин, и второй диск, второй диск у нас, тетенька, блин, я просто почему-то в шоке, народ, я просто в шоке, конечно же у нас, да, диски все оригинальные, лицензия, по-другому-то никак, вау, так что еще и сам проект, народ, у нас здесь, а бонусом идет, я прям не знаю, куда его течь, но давайте я сначала его сюда покладу, нет, хотя мы сюда, я сюда его покладу, И у нас там еще что-то есть, у нас здесь есть еще и артбук, народ, тут не просто артбук, здесь факинг библия, ё-ма-ё, вы не представляете, как оно смотрится, как оно чувствуется, это просто вообще, вот эти вот, видите, вот эти вот штуки, они реальные, то есть, шершавая такая поверхность и... Ого, 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 пахнет-то как, блин, знаете, таким, таким навьем, вот она, эта деваха со второй части, судя по всему, американка или даже американка-японка, потому что, видите, у нее какой этот флаг на этом, на... Блин, смотрите, сколько у нее оружия может быть, и всякие топоры, и всякие сабли, и костюм какой-то прикольный, ха, ух ты, вы посмотрите, какая красота, я просто в шоке, жалко, что этот артбук теперь у меня будет пылиться под диваном, там, где все остальные артбуки и всякие лимитированные здания, Но по-другому никак, народ, вы сами подумайте, куда, как, я хочу поиграть в игру и постоянно ее тискать вместе с вот этим здоровым, здоровым боксом, да вы что? Это, видать, все-все-все люди с игр, я, блин, ой, с игры, я прям не знаю, сколько это видео займет, место-то понятно, сколько займет, там, гигов 120, но сколько оно займет времени, и сколько оно займет у меня опять времени на переработку, ну да ладно, народ, как бы... Это вообще, судя по всему, последняя закупка игр, или как в прошлом мы их называли пополнение, я, кстати, сказал, почему я пополнение переименовал в закуп игр, потому что, ну, блин, по поиску на ютюбе выдавали, показывали мне кругом беременных женщин, потому что, судя по всему, пополнение по-русски обозначает, что пополнение в семье, и вот, когда заводишь пополнение, выходят мои видео и беременных женщин, я думаю, what the fuck, надо отсюда валить. Так что переименовал в закупку игр, закуп игр, и теперь, когда вы смотрите закуп игр, или ищете закуп игр на ютюбе, то влазят именно мои видео, и плюс все другие видео, которые связаны хоть как-то с игровой тематикой. Окей, вот такой вот еще буклетик у нас, народ. И там еще что-то. Блин, я прям не знаю, сколько там всего этих ништяков-то. Так, вот такая тема. Все, там больше уже, как вы видите, там ничего нет, пустой бокс. И, ага, это пазлы, народ. Это пазлы, вот эти, да, джигсоу пазл. То есть, нам здесь дается возможность поиграть вот в эти пазлы. Вы знаете, я не фэн, но, блин, надо открыть, чтобы люди, мало ли, потому что все же, всем же охота посмотреть, как они выглядят. Давайте глянем, как они выглядят. Я их бы никогда не открывал, и, может быть, лет через, я не знаю, 10 этот бокс у меня бы могли бы люди купить в силдовом издании. Я не знаю, там за очень большие деньги я бы мог себе купить. Я прям не знаю. Да, без понятия, чем я себе мог бы купить. И давайте будем глядеть. Хоба, да, и вон там, вон, лежат пазлы. Ну, окей. Как говорится, кому нечем заняться, садитесь, играйте. Обыкновенные пазлы. Так. Дисочек. Так. Блин, обалдеть, обалдеть. За, за, кстати, Эдиция вот эта стоила таких же стандартных денег, как и другие игры. То есть, вот за это, за все я дал 59,99. То есть, 60 евро. Повторюсь, не знаю, сколько это по русским деньгам, но вот за это, за все я дал 60 евро. Их осталось 14 штук. И в любом магазине, если вы берете любую версию для PlayStation 4, для Xbox One или для Switch, там будет именно вот такая вот версия. Так что, вот эта штука у меня уходит, как она называется, вот эта штука у меня уходит под диванчик, туда, где все мои, как их назвать, где все мои, блин, лимитированные издания, стилбуки от игр. А вот это пойдет у меня, конечно же, на полку, там, где всем, вся моя коллекция стоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА